Всем привет, друзья! Мы начинаем нашу серию обзоров фото и видеотехники компании Sony. И начать выпало право моей любимой камере в нашей студии. Это Sony Alpha 7 Mark III. Три года в использовании у меня эта камера. Она прошла тысячи фотоснимков и сотни часов видеосъемки. Вот так моя камера выглядит в моем рабочем сетапе. Сейчас мы снимем с нее все лишнее, оставим только боди и поговорим с вами вот о чем. Для кого же эта камера? Какие у нее плюсы и минусы? Ну и самый главный вопрос, насколько она актуальна сейчас на рынке в 2021 году. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, пробежимся по основным характеристикам. Это Full Frame полнокадровая камера. Сегодня она стоит на рынке ни много ни мало, но 800 тысяч тенге. Для бытового использования, наверное, это многовато, но что если мы хотим снимать тревел-блоги, репортажи, какие-то обзоры, распаковки, контент на YouTube или на Instagram? В таком случае от этой камеры мы получим уникальную машину для создания фото и видео контента колоссально хорошего качества. Итак, по фото у нас сенсор 24 мегапикселя, максимальное разрешение снимков 6000 на 4000 точек, 10 кадров в секунду, очень широкий диапазон рабочих значений и Sony, и, конечно же, цепкий автофокус от Sony. По видео у нас 4К, 100 мегабит в секунду, 25 фпс, 8 бит, 4, 2, 0. А много это или мало уже решать, конечно, вам. Да, мы можем снимать также Full HD, 100 мегабит, 100 кадров в секунду, но это только Full HD. Для большинства задач этой вариативности хватает. Хочешь снимать и замедлять на посте, пожалуйста, снимай Full HD. Хочешь максимального качества, 4К для тебя. Про автофокус Sony уже сказано очень немало, и что тут говорить, 693 точки фокусировки, что покрывает практически 93% всей площади. Цепкая слежка за глазами и лицами в целом, ну и возможность выбора скорости реакции. Матричная стабилизация этой камеры выполнена на высоком уровне. А если у вас в комплекте объектив, который также выполняет эту работу, то это просто мечта для художественной съемки. Баланс белого надежно работает в режиме авто, хотя, на мой взгляд, есть небольшой провал в розовую сторону, что, в принципе, характерно практически для всех камер Sony. Есть также возможность выбирать цветовые профили. Это и программные стили, легкого цветокора сразу при съемке, так и режимы S-Logo и мой любимый режим HLG, в который очень удобно снимать, ну и, конечно же, доставляет огромное удовольствие его красить и монтировать на посте. Продолжим наши разговоры и поговорим об интерфейсе этой камеры. За три года активного пользования этой камеры можете обратить внимание ни одной царапинки, ни потертости, никаких следов тяжелой ежедневной работы. Расположение и количество кнопок просто потрясающее. По сравнению с другими камерами в моей студии, это самое удобное в управлении. Огромное количество функциональных кнопок, которые можно назначать на нужные вам команды. Возможность регулировать практически все параметры прямо в процессе съемки, бесшумные, без тряски. Вес ее ровно такой, какой удобно ставить на мой стедикам и который позволяет еще и навешать на нее объектив, клетку, микрофон, экраны. При этом руки у тебя не отвалятся. Ну, по крайней мере, первые полчаса. Дисплей. Многие говорят, что это одно из слабых мест этой камеры, вынужден согласиться. Да, он намного лучше, чем, например, у той же Sony 6300 или 6500, но хочется уже более точной картинки и полноценного сенсорного управления. Еще немного по интерфейсу. Удобные разъемы под флеш-карты и аккумулятор. Кстати, на этой камере он достаточно долгоиграющий, что не может не радовать. И потрясающая возможность заряжать камеру прямо с пауэрбанка. Здесь есть вход USB Type-C, так что мы можем заряжать камеру как во время съемки, так и во время нашей транспортировки с одного места на другой. Подключили пауэрбанк, кинули в рюкзак и камера уже через полчаса, через час будет как новенькая. Ну и переходим к выводам. Из плюсов могу выделить, что камера очень надежная. Также она универсальная. Она снимает и 4К, и RAW фото. Конечно же она быстро по своим реакциям, это и автофокус, и скорость съемки, и скорость отклика в принципе всех команд. Она очень удобная. И также несомненным плюсом, наверное, мы выделим возможность снимать в low-light режиме, что может себе позволить далеко не каждая камера в этом ценовом сегменте. Что же в минусах? В минусах, наверное, мы отметим все-таки цену. Да, за эти деньги сейчас на рынке мы можем найти камеру, которая сможет снимать 4К не только в 25 кадров в секунду, но, наверное, и в 60. Также это касается и самой битности. Alpha 7 Mark III сегодня вынуждена конкурировать с камерами, которые снимают в 400 мегабит в секунду в том же ценовом сегменте. Не останемся в стороне, и также в минусах отметим дисплей, не самый точный и, к сожалению, не полноценно сенсорный. И моя личная боль, эта камера очень любит собирать пыль и грязь у себя на матрице в момент перестановки объективов. И да, конечно, друзья, я не мог вам рассказать всего про эту камеру, всех ее плюсов и минусов, тонкостей, всех возможностей, которые спрятаны внутри этой малышки. Но предлагаю перейти к практике. Сейчас мы проведем тесты на стабилизацию, на автофокусировку, на съемку в low-light режиме и посмотрим, сколько же шума действительно в исходных файлах Sony. Ну, а также проведем несколько тестов фото. Продолжение следует... Ну что ж, друзья, это было мое субъективное мнение. Про камеру Sony Alpha 7 Mark III. В любом случае, это уникальная, универсальная машина для фото и видео. Это такая золотая середина сейчас на рынке от компании Sony. Я думаю, что эта камера подает очень многим и закроет практически все творческие и коммерческие задачи фото и видео операторов. Продолжение следует...